Приветствую, друзья! Как продлить свою жизнь? У нас есть ограничивающие убеждения, так называемые, психологические установки. То же самое это касается не только каких-то изобретений, например, я вот не уверен, что я решу вопрос какой-то, или ещё что-то такое. Если быть абсолютно уверенным в чём-то, как говорится, по вере вашей да будет вам, там открываются в мозге ресурсные возможности для достижения этих целей. Я, например, раньше был уверен, что я буду жить только до 60 лет. Ну, не знаю, откуда это взял. Но кто-то уверен, что он будет жить 300 лет. У меня товарищ Андрей, который живёт в Красноярске, мой друг многолетний, с которым мы делали даже учебные фильмы, Азбукова, саморегуляции для детей, родителей и педагогов, много лет назад, так он уверен, что он будет жить там 300 с лишним лет. Ну, дай Бог ему здоровья и долголетия. У нас на Кавказе, в Дагестане говорили дагестанское долголетие. Но я, Андрюша, хочу пожелать красноярского долголетия. И вам всем хочу пожелать долголетия. Но для этого на самом деле нужно снять вот эти вот ограничивающие убеждения. Ну, почему они работают? Ну, например, представьте себе, что человека загипнотизировали, и ему в гипнозе внушили, что он будет ходить и всё время хромать. А вот сценарий, как это у него реализуется, у него бессознательно сам вырабатывается под эту установку. И потом его разбудили, и он на самом деле в постгипнотическом состоянии ходит и хромает. Я его спрашиваю, а что ты хромаешь? Он говорит, ну как, почему? Болит нога, поэтому хромает. То есть он обоснование находит. Потому что может творческий. Он слепит тебе объяснение твоей, так сказать, ущербности в данный момент. А вот теперь послушайте. У нас есть эти ограничивающие, так сказать, установки, убеждения, запреты какие-то, табу, так сказать. У каждого свои. Это бывает иногда бессознательно. Мы даже не понимаем, почему мы часто болеем. Потому что, оказывается, мы подсознательно не хотим чем-то заниматься. Ну, как дети иногда бывают, у них происходит невольная такая вот имитация болезни. Потому что, чтобы чем-то заниматься, чем ты не ходишь, надо напрягаться, тратить много энергии. И тебя все время сбивает, выталкивает оттуда на какую-то деятельность, где ты тратишь меньше энергии. Ну, на какие-то более простые вещи для тебя в данный момент. Отсюда берется, почему у нас бывает отвлекаемость, энергии не хватает, невыспусы, например. Или там какие-то нарушения в нервной системе. Так вот, послушайте. Чтобы жить дольше, особенно тем, у кого сегодня или завтра день рождения, я всех поздравляю. Чтобы жить дольше, давайте сделайте такую простую вещь. Просто вот напрягитесь несколько раз, как будто вы, ну, что это такое, поза эмбриона, как будто вы, потому что там такая защищенность, такая комфортность. Вот вы ходите в эту позу эмбриона, в этой позе, как будто вы там спите, калачиком свернулись, да, свернулись. И в этом состоянии задайте себе вопрос, насколько вы себе поставили бессознательную или сознательную установку. Сколько лет вы собираетесь или проживёте? Да, и там начнёт всплывать ответ. Столько-то, столько-то, столько-то. А теперь вы эту установку смените. Сделайте разгрузку. Например, шалтай-болтай, стоя сделаете, или сидя сделаете волну. И когда эмоции перестанут вам мешать, и когда у вас появится состояние безмятежности, в этом состоянии безвремения, в этом состоянии вечности, в этом состоянии помечтайте о том, что вы можете жить на 150 лет дольше. И там у вас появится возможность поверить в это. То есть по существу с помощью разгрузки и перезагрузки можно менять планку целей в любом деле и поверить в достижимость, результат в любой области жизни. То же самое касается и изобретательства. Но об этом мы потом поговорим. А сейчас ещё раз поздравляю, у кого сегодня или завтра или день рождения. Живите долго, друзья. Будьте здоровы и будьте счастливы. До встречи.